здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем с человеком абсолютно легендарным потому что этот человек был как бы сейчас это сказать фронтмен самой знаменитой группы ансамбля в советском союзе ансамбля песняры заслуженный артист беларуси анатолий кашипаров анатолий ефимович добрый день добрый день добрый рад вас видеть мы очень рады что вы согласились побеседовать с нами потому что ансамбль песняры это ансамбль абсолютно исторический и я думаю наверное один из главных ансамблей того замечательного времени наверное это эмблема да да эмблема белоруссии и современной и советской анатолий ефимович вот если когда произносит слово песняры то не надо даже произносить слово ансамбль а всем сразу понятно становится о чем идет речь в то же время когда произносишь песняры сразу всплывают три фамилии владимир мулявин леонид барткевич и анатолий кашипаров не умоляя заслуг а остальных замечательных музыкантов этой группы вот когда вы работали в этой в этом ансамбле вы чувствовали что это какое-то историческое предназначение что вы делаете из историю избранность какая было ли у вас вот это ощущение или это была работа профессионального музыканта исполнителя я вам скажу вопрос очень хороший дело в том что вы действительно как говорится рождены в советском союзе и представляли мы не представляли чисто беларусь мы представляли всех кто был как говорится в ссср и киргизов и таджиков и украинцев как кого всех можно сказать и нас считали вообще русским коллективом вообще вот потому что даже когда мы работали концерты мы половина работали на филармонию минскую а половина на ярославскую на московскую на кемеровскую и вот так вот всегда и получилась поэтому и сердце что мы тогда это не ощущали мы просто работали как говорится сапожник без сапог он всегда делает другим все хорошо обувь делает она сам остается без сапог поэтому вот такое было ощущение анатолий фимович а 70-е годы это расцвет вео вокально-инструментальных ансамблей можно назвать и веселые ребята и пламя и поющие сердца и поющие гитары наверное еще самоцветы то есть здесь можно еще раз почему все таки все таки песняры были группой номер один ну я считаю что все таки я до сих пор как то да в ту пору были такие самые крутые крутые короткие или эти поющие гитары и веселые ребята это действительно были коллективы которые что-то делали и для нашей культуры и для музыки в общем-то сложно было конечно дать оценку в каком направлении они все это играли но это поп-музыка rnb теперешний я не знаю сейчас столько вообще сделали поэтому а песниры они занимались более очень серьезной музыкой то есть композиции какие-то оперы которые ты делали мы очень очень много у нас даже если было три-четыре концерта бывало и так один месяц у нас было 120 концертов за месяц представляете что это было вот даже среди этих множество концертов но мы все равно мулявин он был очень работоспособны если бы он знаете сложа руки и ничего не делал как говорится а так он сам первый бежал на сцену и мы репетировали репетировали в промежутках между концертами там то есть всегда на какую-то новую программу у нас было 50 70 песен в концерте оставалось десять пять остальные к сожалению забывались но у музыка как бы серьезная потому что у нас подключались потом очень много было как из консерватории ребят которые подключились но серьезная музыка как игорек полевода ткаченко вот то ли гилевич перед этим был это были все талантливейшие люди когда бы впервые в 76 году попали в америку на студии в нашли ли вот толю гилевич они прямо с руками оторвали от нас и попросили чтоб он с ними поучаствовал в записи там три дня он был вот это был гениальнейший человек да все ребята были очень талантливы нельзя сказать что это сходилось на одном человеке просто вот я считаю что люди может быть даже где-то там кто-то талантливый кто-то даже очень талантливый вот они все сошлись в единое время в нужную ту пору когда когда это нужно было сделать понимаете попали как говорят сейчас в жилу конечно многообразные русский язык анатолий ефимович вот говоря о песнярах естественно нельзя не вспомнить владимира мулявина владимир мулявин абсолютно легендарный музыкант руководить создавшие ваш ансамбль но мало кто знает что он не родился в белоруссии и он для себя эту культуру белорусскую культуру адаптировал пару слов о владимир мулявине как о человеке и музыканте ну человек он просто был очень талантлив и как говорят люди мечены богом понимаете да он много то есть вот он как-то я не ведь он с третьего курса музыкального училища как говорится ушел по класс гитары был играл здорово и откуда вот у него такое мысление видение всего этого это дано очень талантливым людям с режиссерскими наклонностями чтобы они видели вот эту драматургии песни там я не знаю оперы ну вот в нем это было ну и плюс к тому же все таки не было бы мулявина он бы не из как говорится свой талант не вывел бы на люди если бы не было рядом тех ребят с которыми он начинал это ну и лёня тышко и у нас был баянист а яшкин валерий яшкин по моему да лирочка яшкин до месевич понимаете валера яшкин вообще одно время володя просто как говорится бросил руки говорит все ничего не буду делать всего потому что это самое но валерочка яшкин просто взял его он был руководителем ансамбля там баянистов такой же сам баянист вот но ему сказали что давай-ка на клавиши там как и брату валеве валерий сказали мулявина сказали на трубу там гитары мы все это брали понимаете нам давали задачу мы старались выполнять поэтому заслуга не только одного мулявина что все-таки песниры начали свою работу и в общем то я считаю что и так хороший отличный коллектив а прекрасный наилучший вообще это ежели он продержится лет десять пятнадцать понимаете но мы продержались больше вот я отработал двадцать с лишним лет вот и за это время благодаря и песнярам ну и как-то то есть мне давали не только мне это всем давала задача никто ничего не оспаривал потому что у мулявина было видение вы знаете как ну я сравню может быть не совсем всегда какое-то стадо оно кем-то ведомы кто-то их ведет какую-то сторону кто-то видит как леонардо недовинчины он от общего к частному понимаете вот мулявин был такой человек что он от общего шел к частному и мы например репетировали он послушал как от репетировали эту вещь так ребята не годится давайте-ка кто внизу баритана все вверх в теноровую партию тенора вниз опа получилось то есть понимаете были те же самые эксперименты вот и это все как говорится воплощалось в жизнь а потом все таки я вот вспоминаю что да были тяжелые там песня о доле программа которая на час 20 она была цветодинамические композиции там подиум который в виде креста стоял на сцене значит переодевание костюмов которые было и казалось бы сложное произведение это янка купала значит доля а там а бедном мужике который естественно он не мог там не себе не нефть откопать не какие-то полезные ископаемые он должен был жениться родить детей ну и воспитывать их понимаете вот и даже вот эту тяжелая я считаю программа хоть это моя любимая мулявин тоже говорил что это я для тебя написал это моя там столько музыки столько всего вот и ни один человек даже когда мы работали во дворце спорта не ушел ни один понимаете все там выходили со слезами кто-то реагировал кто-то как даже я помню когда в америке 76 году приходили американцы в основном их много ну или те уже кто эмигрировал там бабушка дедушка в девятнадцатых восемнадцатых семнадцатых годах вот но они говорят мы не понимаем о чем вы поете но это так здорово так от души и они нас обнимали целовали дарили я не знаю дарили тогда машины аппаратуру вещи шмотки у нас еще какая хитрость была ведь за нами летали с вертолетами и снимали зачастую как мы себя ведем ведь мы тогда вообще для них были как медведи как у вас есть телевизоры цветные и вот мы когда уже видим что нас снимают мы идем в магазин и щупаем там вещь какую-нибудь там за полторы тысячи долларов там за 2 за 500 как и это все как только перестали снимать мы там за 5 долларов за это но для подарков тебе такое чтоб купить его так что вот это вот было так ну и мулявин взял на себя как говорится роль и я думаю что он нес царство ему небесное он достойно все это делал его видение благодаря его видению вот эти вот это наша стада непослушных может быть кто-то из них из этого стада думает что он очень уж талантлив а с другой стороны не будь мулявину может быть и не было бы этих людей которых мы сейчас знаем вот он открыл ленечку борткевича который ну действительно который как ленешев ленешев наш ходячий ленешев был вот я более такой говорит мы всегда какую-то песню симуля вен давал мы всегда все солисты пробовали на это он мне говорит анатолий говорит ты поешь плакать хочется я понимаю что это прекрасно если человек заплачет от моего исполнения а мне нужна лирика 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 то есть и мы и мы я не как ни в когда и ни в чем не завидовал мы очень дружили с с лёшей как говорится борткевичем не ему не он мне ну хотя люди вот сейчас по прошедшие многих лет а вот мы смотрим там когда ты первый раз там разрешили такому коллективу как песниры работать в колонном зале домов союза но это так на самом деле и было и и мы видели как лёша на тебя косо смотрел я говорю но я не чувствовал это может быть просто это же волок да когда мы в этом же колонном зале исполнили ее три раза маргунова светланочка выбегает мы уже переоделись у нас через полчаса поезд на минск а мы в этих рваных джинсов там кнопка чего вот вам хлопают еще и на сцену и мы третий раз спели поэтому ну я не думаю что просто люди во первых сейчас очень много изменилось все в мире я вам скажу это очень жаль конечно вот это наша душевность которая была в те времена мы не думали о том чтобы что-то урвать себе побольше там хотят и всегда неплохо ну как рыночная торговля показала но к сожалению я почти опоздал с этим но но благодаря моей жене вот ларисе так сеть моим детям я все заповеди в этой жизни выполнил я посадил много деревьев я вырастил троих детей понимаете они все очень достойные здоровенькие выучившиеся умненькие я ими доволен но не знаю как они мной довольны или нет вот то есть я считаю моя миссия может быть на этом свете почти выполнена но я с удовольствием продолжаю делать какие-то новые песни которые песни рыб песня раме были забыты и вот у меня еще и сейчас иногда работая концерты нет проблем то есть меня помнят не сам это кстати то что как говорится пришлось мне по душе когда я ну семь лет назад выезжал иногда по приглашению какие-то там вечера там какие-то знаменательные даты и меня народ вставал и хлопал то есть помнят значит значит действительно вы правы что мулябин барткевич ну где-то меня немножко анатолий ефимович продолжая тему барткевича как вы считаете надо сказать что к сожалению леонид барткевич ушел и жизни 14 апреля 21 года и говоря о нем вспоминая его как вы считаете бывали его жизнь трагично кроме того что это был талантливейший певец исполнитель а вот жизнь его как вы видите было трагично я вам скажу что это категорически неверное совершенно он жил в этой жизни он был везунчик по жизни потому что уйдя из песняров 80 79 году он только появился в 2001 вот понимаете но его в ту пору он солей корбут значит был он прожил в принципе так как хотел конечно оля она такая железная леди она его перековала немножко пасть под себя понимаете вот потом что в репертуаре он обижен не был все его любили вокруг он был один из красавчиков у нас еще был лёня ты что там но и оставшиеся там ребята были так сказать которые мы всегда их запускали к редакторам чтобы они там каким-то образом их там уговорили на нашу сторону вот а лёша был везунчиком я вам скажу просто ну я вам скажу что хорош человек он всегда почему-то богом любим может быть и на том свете больше но что мне сейчас об этом говорить он прожил жизнь в принципе так как хотел я помню вспоминаю такие смешные варианты он немножко был но уболен этот же диабет такой не очень хорошей стадии иногда злоупотреблял этим вот но не надо было конечно это все дело такая он любил очень ходить за грибами в лес и вот он в минске нашел одного узбека ходу убрал с собой по грибы и он значит палкой указывал вот так грибы и этот успех собирал гриб давайте вот это лёша ездил по грибы в лес то есть он был уникальный и с юмором человек ну и умница тоже так же как и я закончил гитис немножко позже чем я была вот мне было тяжелее потому что я это делал во время работы с писарами а лёша уже его корбут сказала шон гениальный и она его просто увела из песни ров ну там много причин было это уже я не люблю когда вот сейчас люди даже не хотят выставляют много хорошего плохого я люблю я радую только за хорошие да анатолий ефимович песня вологда мало кто знает и может даже помнит о том что эта песня была сочинена борисом акраусом и михаилом матусовским будем так говорить очень давно и если выражаясь образно пистеры ее реанимировали и исполнили вот в колонном зале дома союзов скажите почему владимир мулявин эту песню доверил именно вам я вам скажу как я уже говорил что любая песня у нас проверялась в живую как она у кого идет и его мнение но всегда как говорится это было последний как говорится коридор который или да или нет вот и мы эту песню делали он принес этот проигрыш который правом правом папа папа вот в два баяна я еще тогда баян не очень забывал я же немножко учился не немножко учился на баяне вот я играл все тогда в ту пору даже пионерские линейки там все это вот и сыграли это вступление и спели даже вот как убить матусовский на колонный зал он принес 6 песен и мы все 6 песен сделали мулявин там московские окна там черно черное море там моет все это разум мы все эти песни сделали и отношение было как там ну вот есть и сказали то мы должны разбиться но должны были сделать эту песню и очень кстати заслуга большая мулявина как он гениально спел московские окна и ну про а просто песня о логде ну где-то я может быть был меня объявляли тогда самый молодой участник коллектива вот может быть поэтому а может какой-то все-таки такой задорный с хвостом сзади такой может быть такой я в принципе тогда скромный человек был старался потом уже я понял по жизни будучи и в америке что скромность она не всегда украшает человека иногда надо и о чем-то напоминать очень важный вопрос вы работали в то время когда скажем так хозяином белоруссии был петр мировой петр миронович машеров достаточно прогрессивный коммунистический лидер и до сих пор о нем вспоминают очень с таким большим плюсом наверное не о многих так хорошо вспоминает как о машерове а вот машеров являлся скажем так современным языком вашим пиарщиком он как-то продвигал песня ров на советском пространстве как-то за вас может быть слова замолвил или может быть регулировал как-то ваш репертуар какое-то влияние его было на песня ров во первых это был потрясающий умнейший человек который в те времена он просто немножко не вписывался потому что он видел гораздо дальше чем все кто иногда но отвечал к на каких-то местах он был очень дальновидный и к естественно что он обожал песня ров он бывал на наших концертах вот благодаря ему я думаю мы все в ту пору и звание получили и мулявин иные потом и народного и все и конечно же когда он был главой делегации у уезжающий за рубеж куда-то например нам утром звонил директор и говорит вечером уезжаем западный берлин вагончик прицепили и вы тут же и паспортайся да это мы было он нас очень любил и мы его тоже очень любили надо и был я политику не люблю но это на это был гениальный человек во первых он как мой отец он был школьный директор преподаватель трех предметов там 4 4 понимаете это был потрясающий человек и ну и что что с ним произошло это тоже не мне судить об этом к сожалению это сейчас кому юмористы и и клоуны стали президентами там это это все я считаю что человек если он профессионал во всем он должен быть на любом месте профессионалом прежде всего он должен иметь какую-то подоплеку если он ведущий значит он грамотен он должен и набор слов и и и язык и поведение и и читать вот это то что и драматургически подходить к передаче к песне ну это мое мнение я считаю что я прав анатолий ефимович мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и через пару минут вернемся не отключайтесь очень интересно спасибо мы ждем вас спасибо мы возвращаемся в программу политинформании и ведущие эдуард брумер и геннадий и продолжаем беседу замечательным музыкантом одним из лидеров ans ансамбля песняры заслуженным артистом белоруссии анатолием кашипаровым анатолий ефимович вы с нами с анатолий ефимович вот мы сами из минска поэтому очень большая комьюнити живущая жившая в белоруссии и соответственно в минске поэтому в наше с вами интервью это очень и очень важно анатолий ефимович вот если смотри я когда смотрел исполнение песни волок да у мой взгляд концентрировался на трех исполнителях на анатолий кашипарове на валерий яшкине который на аккордеоне играл и был еще значит александр демешко ударные у меня в этом плане такой вопрос а насколько коллектив песня ров был единомышленники или вообще он на насколько они были люди разные то есть харизматичные вот как строилась вот это все я вам скажу что на удивление мы как-то дополняли друг друга вот говорим о демешко это был двигатель это было сердце как говорится коллектива он действительно играл играл и играл не просто нам на барабанах а играл на публику он заводил и он он там понимаете ведь ведь потом у нас да были барабанщики которые мы брали с обсерватории там отовсюду понимаете вот с консерваторийским образованием все было но шурик у нас был как говорится балагур анекдотчик заводила ну и с другой стороны да кто впереди стоял они не очень были подвижные понимаете зачастую так ручки вот так в пол и вот так вот да но мы старались выложиться чисто вокально вот а остальное все на заднем плане конечно и личиком благо она у него была не совсем маленькая торговал сашенька демешко вот я считаю что он каждый человек был на своем месте это однозначно конечно какая-то какие-то песни мы всегда превращали их в театрализованное представление анатолий фимович в продолжение разговора о коллективе хочу заметить у вас по какой-то причине не было женщин если мы посмотрим на все вокально инструментальные ансамбли там были солистки много женского обаяния а вот песняры это все таки мужской коллектив это какое-то специфическое было отношением мулявина в смысле в смысле женщина на корабле быть ну дальше можете продолжить или все-таки как-то они они женщины не подходили ну в голосовом плане может быть вы правильно подметили потому что были очень умненькие а потом еще плюс из минска понимаете во первых женщин на корабле это всегда очень плохо и у нас было ну хочешь ты или не хочешь всегда когда всегда какие-то распри начинаются там как-то какая-то женщина там ночные без того чтобы спать какие-то хлопани дверями начинается это это никому это не нужно было поэтому мы все были против этого единственно когда я упомянул там опера это же а доля мы вынуждены были взяли очень такую хорошую девочку поющую вот и и она у нас немножко так засветилась немножко засветилась потому что ну я не буду там секреты рассказывать как что чего она была талантлива в опере она я там исполнял роль пастушонка то есть она как бы меня родила а потом я ее был бы был ее мужем но это вот такое допускается в опере и его значит и когда я на этом кресте распятый ухожу значит да она надо мной такую арию там закатывает я сам лежал на этом подиуме и у меня слеза было бывает было мне конечно хотелось жить но опера была сам по себе даже когда мы сдавали эту оперу и из это товарищи из министерства значит сказали что очень у вас концовка плакать хочется сделайте ее чтоб и вот в конце я из пепла восстаю выхожу на этот подиум там ну и пою и мы все опять дружно что все таки потомки нашли свою долю вот поэтому отношения к женщинам и плюс первопричина первое это у нас не было проблем с голосами у нас очень высоко всегда и мисевич влад и я брал ноты выше гораздо там еще было вот как то ну и вообще когда тенорасты они и в африке тенора понимаете то есть лёня тушко он был бас-гитарист ну и и басист вас был в голосе вот чесик поплавский это кстати родной брат вот это яде поплавской которые он у нас он был с двух лет у него был абсолютный слух он скрипачер потрясающий человечек был то есть у нас все какие-то люди все прошли через коллектив я считаю очень талантливые но почему они некоторые не задерживались это опять-таки видение не только мулямина всего коллектива сыгрался костяк и дайте мы еще дадим возможность этому пианисту может раскроется как хороший аранжировщик еще годик поработать поэтому у нас то есть мы были просто ищущие но мулявин творческий номер один потому что было откуда черпать вот эти все все песни которые он там и хор титовича и который папа поплавских был руководил тоже этим хором там столько было песен столько материала и сколько мы с лучинком и мулявином ездили два раза на полесь где там бабки знаете как закончилась пахота какая-то они выходят приглашают нас ну знают мулявина усы все видели знали вот они ставят сама гоночкой огурчики сальца там такого ну и пошло и там где-то и песенки пошли какие-то вот было и такое так что у нас жизнь была веселая вам скажу что отпуск у нас сокращался до 20 дней потому что у нас гастроли были были спланированы на три года все понимаете это было ужасно к но и дворцы и стадионы и записи но записи это я так сказать выбрал одну жену а другие мои ребята включаем всех моих высшую шелон они по три по четыре раза я на них смотрел и и внимал внимал как это как надо и как не надо понимать анатолий ефимович вы песняры работали с очень большим количеством а замечательных даже великих композиторов были ли композиторы которые на вас произвели впечатление из человеческой точки зрения и с профессиональной точки зрения ну конечно же во первых во первых прекрасные вопросы мне всегда нравится журналисты когда вот по делу во первых во первых к нам поступало сотни там но от песен там то есть на концертах приносили передавали отдавали но мы конечно же со всеми вот кто там российские были так сказать в ту пору композиторы там и и мигуля и лучинок и тот же шаинский все мы все равно все это проходили какие-то песни писали какие-то удачные какие-то неудачно это все было но почему даже высоцкий в свое время он дал нам всю кассету вот и потом обиделся страшно обиделся что вот песняры не взяли не исполнили но я помню как володя мулявинов говорит володя ну это пойми это не песнярские песни ну конечно же как тут очень очень сложно потому что у нас планку они взяли мы взяли с самого начала я и сейчас с удовольствием пою эти песни с удовольствием я не пою эти я не пою эти они хорошие тоже песни но это не песняровские понимаете вот надо надо отобрать как говорится что что вам гоже а что не гоже понимаете поэтому может быть какие-то композиторы имели какую-то обиду и может быть и заслуженно но это уже как говорится каждый человек он это это личность поэтому я его не могу и не осуждать и не поднимать как говорится его антон фиме у вас есть одна из лучших песен я имею в группе и и родина честно но дальше идет слова и каждый его выбирал под себя и чаще звучала песня и родина честно кормила меня по его да да но ушло и ребята значит они переначивали вопрос какой а были ли случаи когда песнярам надо было исполнять песню значит выступать в концертах ради заработка может быть к сожалению но и такое наверное было и еще дополнительный вопрос была ли какая-то горячительная подпитка у песняров потому что жизнь сложная концертов много ну люди молодые всем надо было как-то расслабляться бы были ли вот такие вот нюансы в группе я вам скажу что эту песню нам ну так в ту пору уже в 70-х годах очень много из зала поступало записок значит вот мы эту песню слышали вот эту эту пожалуйста и нам по березовый сок поступало вот это часто а мы даже забыли про эту песню потому что именно нам начали напоминать вот какие слова конкретно и мы ее сделали и я вам скажу на удивление ведь тогда за за кордон за границу практически ездили одни песняры хоть сейчас там пишут что вот там эти челябинские как ариэль там парк горького не было такого здесь и близко никто никого ничего не знал здесь были уже потом когда появились и мы были я помню выездные за границу понятно было что песниры и у нас были как говорится свои эти стука которых мы знали нас например перед поездкой за две недели подходили эти а бвгдшники и значит говорили что вот ребята вы уезжаете туда-то пожалуйста ведите себя достойно вот ведите себя так естественно что мы были мальчиками по паиньками все вот так сказать но превращали все перед подошла поездка она не только она кормила семьи она ну давала какие-то там новые хрюндики какую-то новую аппаратуру что-то было вот поэтому а в мексике я помню когда как весь буквально все вот люди кто потому что она вызывала эта песня на ностальгию они плакали вот от березового сока я помню и мы потом ее взяли в репертуар и даже сейчас вот когда концерт идет я им ее тоже иногда с удовольствием пою потому что когда заболевал борткевич там или второй солистом дайнека там или кота уже были позже муля брал на себя или я пел эти песни вот то есть мы всегда были какие-то взаимозаменяемые это и хорошо было где-то вот так вот анатолий ефимович вот а вы исполняли будем так говорить у меня есть три любимых песни в исполнить в вашем исполнении это естественно волок да потом песня пахмутовой мне без тревог я забыл уже слова прошу прощения толкунова исполняла да и еще да я не могу иначе да я не могу иначе и еще была песня такая лягушонка композитора ханка из мультфильма а мы веселые помолупаты так она звучала вот а было ли песня о которой вы жалели что вы ее не исполнили то есть в репертуаре песня ров та песня которые вот вы по-настоящему жалели что не вам мулявин доверил исполнять эту песню не то что я я вам честно скажу я не жалел об этом но мое видение представляла эти песни по-другому поэтому у меня вот сейчас в стадии уже заканчивание звукозаписи вот есть песни которые я их с удовольствием восстановлю именно песнярские понимаете песнярские и с удовольствием вы их услышите если вы хотите могу вам первым отослать там mp3 или лавка или как вы хотите было бы замечательно замечательно конечно жились тем более из минска прекрасные ребята все иначе дело в том что эту песню пахмутова она любила меня в ту пору не знаю как потом позже или она и на третьих петухов там и были какие-то песен приносила и она нам первым принесла именно нам и естественно что мы ее сделали в своей обработке потому что жалейка должна быть жалейкой это берется такая и играется понимаете вот толкунова даже на каких-то какие-то были концерты она подходила ко мне анатолий извините меня она просила игру валечка за что дорогая ну что ты но я меня это немножко конечно обидела когда песниры уже два года и и пели а вдруг значит запела вальчика ну по-своему потом у каждого должны быть различные вкусы вот и я помню поехал даже на на телевидение забрал видеозапись этой песни и и на радио забрал эту песню а вот сейчас где-то лет пять-шесть где в концертах участвовал мне приходили записки и говорит почему не поешь почему не поешь эту песню а значит вы ее где-то слышали значит давайте-ка мы ее тоже запустили туда в работу анатолий фимович а сказал бы есть такое выражение мы сами с усами раньше не было пиара да но если бы сегодня кто-то точно также отпустил усы всей группе сказали бы что это рекламная фишка а как так получилось ну вот мулявин я понимаю ну вот одна по моему в каком-то концерте 79 года вы просто все и даже вы были вот с этими американскими усами это такие уж мало кто понимает это было мода в америке на удальнобойщиков такие усы и вот сделали такой рекламный шаг это был рекламный шаг или все-таки подражание лидеру нет это спонтанно получилось просто например у того же валерочки яшкина он как красавчик но когда и у него были усы он был вообще красавец мулявин тот же самый вариант понимаете у нее немножко как бы под носом чуть не хватало вот он сделал себе как говорится и он был красавец действительно нашел себя этого с усами на нашел само собой вышло это не не то что там тот еще старался подразить а дальше ну мне например тоже я до сих пор как-то так цель я считаю что она меня делает настоящим мужиком я всегда был им им останусь понимаете вот но остальным людям я не знаю наверное может какие-то достатки или недостатки но это не было то что планомерно там ли чё-то задумано нет это не реклама была просто так получилось у нас единственное чего была реклама что мы зачастую под битлз мы распускали длинные волосы у нас были вот такие вот причёхи и нас постоянно я же был кстати тогда еще комсомольцы мы все были и из нас платить платить надо было взносы платить это было главное и нас первый кто был лидеры значит звали что вы должны вступить в партию о как мы изворачивали чтобы не вступить в эту партию потому что там бы сразу а дорогу иди сюда а вот эти концерты где не сделали а вот эти концерты понимаете вот то есть и мы так сказать и того же мулявина как он избегал это это конечно это было целое это целые трюки трюки были анатолий ефимович к сожалению каждой истории всегда приходит ну если не конец то такое как бы плавное очень окончании насколько может вы понимали как вы думаете понимал ли мулявин что время песняров уходит потому что вот это 70-е годы начала восьмидесятых это сто процентов время песняров потом это начало потихоньку сходить и уже как бы популярность уходить Как вы думаете, вот еще раз повторюсь, понимал ли Мулявин, что время Песняров уходит? И как вам казалось это ощущение? Я вам скажу, когда произошел развал Советского Союза, в принципе, я закончил перед этим ГИТИС. И вот как-то так получилось, что поехал к друзьям в Америку, ну вот что-то загорелся. У нас всегда было каким-то образом и по музыке, и все, что Америка, она была впереди планеты всей. Дай Бог, чтобы она и сейчас так осталась. Тем более мы здесь, и, как говорится, дай нам Бог всем здоровья, и все. Но Мулявин это действительно предвидел. И он даже не был против, что вот я тогда уехал, как говорится, в Америку, и приезжал он ко мне в гости, здесь был в гостях, и отдыхал, и с семьей, и все это было. Я думаю, что да, вы правы, что он это предвидел. Ну а потом уже сколько можно? Если человек на плаву, какая-то или группа, или что, она хочешь не хочешь, все равно как-то приедается. Но, но, я вам скажу, что всегда красивые гармонии были, есть и будут. Красивые мелодии были, есть и будут. Та же, как говорится, песня, если она сделана, как говорится, от души, трогает нашу душу. Она всегда заденет, при любых, какие бы вы ни делали, там, или в роке, или этот, все направления, нет проблем. Анатолий Ефимович, у нас заканчивается передача, и хотел бы... К сожалению. К сожалению, очень к сожалению. Последний вопрос. Ваша любимая песня «Песняров» и, ну, скажем так, главный вопрос, который вы задали бы музыканту Анатолию Кашипарову. Только очень коротко, пожалуйста. Ну, мне нравится «Крик птицы», композиция. Я ее в Америке пел на английском языке. Кстати, есть запись, вот если бы достать текст, он был настолько уместен. Ну, и я очень рад, что песняров все равно любят. Есть свое... И во всем, и везде должна быть середина. Если мы в чем-то перегибаем палку, или туда берем, или туда, это уже несправедливо. Золотая середина во всем. В любви, в отношениях, во всем. Анатолий Ефимович, буквально на пару секунд вопрос. А «Песняры» исторический коллектив, и как вы думаете, в чем его главная историческая значимость, коллектива «Песняры»? Я вам скажу, что невольно «Песняры» создали догмы, которые, я без преувеличения скажу, что сейчас должны музыкальные институты какие-то вещи изучать. Просто почему это было сделано, разборку этого произведения или песни должно быть вот так. То есть я считаю, что благодаря, во главе с Мулявином, «Песняры» это заслужили. Дай нам всем Бог здоровья. И чтоб мы всегда были в здравии и в уме, прежде всего, в здравии. Потому что, не дай Бог. Анатолий Ефимович, вам большое спасибо за это интервью. Я думаю, что многие наши слушатели сегодня провели просто прекрасный час. И вам всех благ и здоровья, и вашей семье в первую очередь. Берегите себя. Всего самого наилучшего. Спасибо большое. До встречи. До встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»